Здравствуйте! К нам сегодня приехал Chevrolet Cruze 2010 года с объемом двигателя 1.8, двигатель Ecotec. Открутив лямбда-зонт, мы уже наблюдаем, что состояние канализатора не очень хорошее. К сожалению, на камеру не передать. Для того, чтобы снять теплоэкран, нам необходимо открутить два болта и две гайки. С ними никаких проблем у нас не возникло. Щуп мы пока снимать не будем. Снимем его потом, чтобы на данный момент есть опасность, вероятность, что потечет масло. На защите у нас четыре болта. Раз, два, три, четыре. Вот эти три шпильки мы будем сейчас нагревать. Одно мы видим, что уже повредили при снятии предыдущего ксота. Мы хотим их оставить целыми. Ну или другой вариант, просто спилить их с болгаркой и поставить новые. Снизу для снятия теплоэкрана мы откручиваем два болта. Вот здесь они были уже сняты. Ну, точнее, мы их сняли. Вот так вот выглядит катализатор снизу. Кат-коллектор, точнее. Будем использовать вот такое газовое оборудование. Вот так вот. Вот так вот. Ну и как это все хорошо отстроено, что мы видим. Хочется сказать, как по маслу. Интересно, что разные головки приходится использовать на одни и те же места. Видимо, все поменено, переменено. Так, ну это без особых трудностей. Гофра позволяет нам снять. Обычно она снимается без каких-либо манипуляций. Здесь вот менялась гофра. Возможно, из-за этого будут трудности. Поэтому снимаем. Так, тут использованы две головки. На 13 и на 14. Так, к сожалению, не зафиксировал, как в итоге это все снималось. Но было это без проблем. Снизу мы наблюдаем, что катализатор в хорошем состоянии. Откручиваем болты от кронштейна, чтобы отсоединить коллектор и снять его с одной стороны и со второй стороны. Сейчас заранее мы ослабим кронштейн, чтобы потом с легкостью попасть, ну, как-то манипулировать коллектором. Так, вот настал момент снятия щупа. Мы сделали подстраховку на тот случай. Если масло потечет, сейчас за минуту непосредственно его снять. Чуть-чуть капну. Так, ну и желательно заткнуть, откуда щуп вышел, чтобы ничего туда не попало у нас постороннего. Работу снизу мы закончили. Теперь опускаем автомобиль. Все, настал момент снятия теплоэкрана. И остается дело за малым. Открутить вот эти гайки. Так, сняли последнюю гайку и с легкостью вытаскиваем коллектор. В данном случае на двигателе 1.8 и 1.4 устанавливается такой вот овальный коллектор, мы можем наблюдать. А на двигателе 1.6 у нас стоят вот такие вот баночки с катализаторами. Он как бы вот здесь должен внутри находиться. Перед разрезом коллектора наносим метки, чтобы потом впоследствии состыковать коллектор обратно на место в том же положении, в котором он и был. Ну вот, мы можем наблюдать его состояние. Так, ну, как минимум неудовлетворительно. Да, мы видим кошмарную дверень посередине. С таким катализатором, конечно, ездить очень опасно. Мы видим, что частично уже начали забиваться сотые другой таблетки. А это полностью разрушено. Ну, не полностью, а такая процентов на 20 дырка. То есть, довольно-таки существенная. Клиент жаловался на шум. Вполне возможно, что шум был как раз-таки из-за этого. Устанавливаем пламя-гасителя овальной фирмы Тофрис из двухслойной нержавеющей стали. И в дальнейшем уже перевариваем коллектор на место. Вот такой сплошной шов мы наблюдаем. Обрабатываем шов сварочный специальной медной смазкой, чтобы он медленнее ржавел и дольше служил. Устанавливаем коллектор обратно на место. Ставим на штильки. Здесь тоже у нас никаких трудностей по вытаскиванию его не наблюдается. Первый датчик кислорода у нас не откручивался. Пришлось прибегнуть к определенным технологиям, но в итоге кое-как, но его удалось открутить, не повредив резьбу, точнее, оставив там какую-то часть. И в итоге с помощью медкача сделали новую резьбу здесь и на самом коллекторе. Затягиваем гайки, держим ручей коллектор. Ну и далее устанавливаем термоэкран после того, как все закрутили. Здесь так же, как я откручиваю, условно все и закручиваем. Переходим к работе под автомобилем. Смазываем болты графитовой смазкой. Прокладку мы используем повторно. На всякий случай, чтобы она хорошо функционировала, смазываем его герметиком для выхлопных систем с обеих сторон и устанавливаем прокладку обратно на место. Устанавливаем выхлопную трубу обратно на место. Ну вот так у нас все выглядит в собранном состоянии. Все выполнено хорошо. Смазали болты и гайки медной смазкой, чтобы они дольше ржавели и дольше служили. Ну, гофра здесь была приварена до нас. И, к сожалению, не совсем выглядит это хорошо. Чуть-чуть приподнято. На изгиб идет. Ну, посмотрим. Обязательно производим считывание родной прошивки автомобиля. Сейчас будем прошивать автомобиль, который к нам приехал с этим убитым катарикзатором, под стандарт Евро-2. Запись и поехали. Операция успешно завершена. Выключаем зажигание. И автомобиль готов. Заводимся. Спасибо. По звуку, я скажу, он стал более агрессивным. Да? Не знаю, да. Посмотрим, как надо. Полезвее нет. Главное, ошибки. Вырезали катаризатор. Все хорошо. Ладно. Пожалуйста, сбежайте сейчас. Спасибо. Проехал я тысячу километров уже, наверное, после прошивки. Ну, что я могу сказать. По скорости, по набору скорости снизов машина стала более тяговитой. По расходу не сказал бы, что расход изменился. 13 по городу и 7 по трассе. Ну, плюс-минус так и остался. Для меня самое главное было это избавиться от ошибки нейтрализатора. С этой задачей мы справились. Ну, и катаризатор вообще развалился. Главное, вовремя мы его вырезали. И на капиталку я не попал. Это самое приятное, по крайней мере. Ну, я доволен, полностью доволен. По прошивке, как бы, она такая более комфортная, что ли, для меня. То есть, нет такого резкого набора, да, то есть, нет дерганий. Вот еще вопрос, запах в салоне. В салоне запах, в принципе, я не ощущаю. Вот вначале, как только вырезали катаризатор, да, печка, дула, ну, получается... Это ВД-шка была, скорее всего. ВД-шка, да. Ну, короче, вот такой запах был очень приятный. Я, наверное, весь вечер, на следующий день еще выветривал сарон. И даже не ВД-шка, а вот эти сварочные все работы. То есть, ну, по расходу масла, в принципе, ничего не поменялось. Масло в уровне. За тысячу я проехал, в принципе, проблем не... Единственное, конечно, так как электрализатор рассыпался, нужно проверить цилиндры двигателей. Ну, это вот, на этой неделе заеду на сервис проверю. Да, ну, будет интересно тоже, если позвоню попозже, узнаю. Спасибо ребятам за прекрасную работу. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.